Верона, сколько тебя еще ждать? Почему ты так долго собираешься? Мне нечего одеть, не ходи за мной. В смысле нечего одеть? Вот полно одежды. Вот розовый пиджак, одевай и поехали. Это твой. Розовый твой? Твой. Угу, рассказывай. Черный мотоцикл, розовый пиджак, отлично. У тебя три минуты. Бегом. Произошло чудо и Верона собралась. Всего лишь три часа. Три часа. Обещал показать, как киви цветет. Сейчас покажу и поедем покатаемся. Всякое вам расскажем и покажем. Вот, пожалуйста, оказывается это выглядит вот так. Довольно симпатично. Так, все, вперед. Заводите. Вероне, конечно же, нужно было заехать в офис обязательно. Поэтому я вам пока могу похвастаться своим новым Харлеем. Род Кинг называется. 1,7 литров у него объем двигателя. Вот, и вот это наш офис. Белый слон. Это агентство по недвижимости. Вот, и сейчас... А, ну тут всякие у нас эти, что мы продаем. Продукция представлена, да? Вот, я напишу адрес. Под видео вы можете проверить. По адресу. Это Паша. Это из Веронниевого клана. Один из членов их мафиозной группировки. Верона, расскажи про офис. Когда открыли? Как называется? Офис Белый слон Монтенегро, Белый слон Черногория, открылся в 2008 году. И вот в этом помещении он находится, мне кажется, с 2009 года, наверное, года. Да. Где-то так. Тут постоянно меняются всякие вывесочки, все это вот красиво. Название точно такое же, как в Таиланде. В Таиланде мы офис открыли в 2011 году. До этого я занималась недвижимостью, работала там у застройщика, в другом агентстве и так далее. Вот. Обе компании успешно пережили все существующие кризисы. Хотя это далось непросто очень часто. И мы все еще здесь и здесь планируем быть. В офисе всегда кто-то есть. Если кого-то нет, значит, все продают, все квартиры. Да. И даже несмотря на ковид, в этом году у нас неплохое количество сделок было закрыто. Да. Мы поменяли точно так же, как в каждый кризис. Мы пересматриваем структуру работы, меняем схему работы, полностью меняем всю рекламу и вообще подход к сделкам и к клиентам. Все время стараемся быть гибкими и адаптируемся. Все, сейчас я покажу символ компании. Белые слоны. Белый слон в Таиланде это символ богатства, успеха, просвещения, святости и всякого такого. И мы сейчас едем дальше. В этом месте хочу вам рассказать про автомототуризм, потому что вы много спрашивали в комментариях. Ну, во-первых, на своих автомобилях и мотоциклах приезжает довольно много туристов со всех стран в Черногорию. И я очень часто и много вижу, в том числе русские номера. Насколько я понимаю, что у вас, если у вас есть шенген, то вы можете на своем транспорте сюда доехать. И, собственно, мой мотоцикл приехал из Москвы сюда. Никаких проблем, каких-то махинаций на границе, грабежей таможенных имеется в виду. Туда ничего такого не было. Я даже таких историй, в принципе, не слышал. Также я не слышал про автомотоугоны. Рассказывали мне историю, что у кого-то выбили заднее стекло в машине и что-то там вытащили. Но это вот одна история там за последние много лет. То есть, скорее всего, это были или цыгане, или какие-то залетные албанцы. Вот что-то такое. Дороги очень ровные, очень хорошие. Ну, в смысле, серпантин, конечно, здесь присутствует в большом количестве. Я имею в виду само качество покрытия. Да, очень хорошее качество дорог. Серпантина много. Он весь, в принципе, безопасный. И они очень внимательно водят. Очень осторожно, на мой взгляд. Но, опять же, смотря, где и с чем сравнивать. Едут все так, не спешат. 30, 40, 50, 60. Везде ограничения. В основном, 50 по всей стране. В среднем, да, есть и 30. Есть где-то, где можно разогнаться до 80. Там пару участков, буквально я таких знаю. И, что очень важно, они внимательно относятся к мототранспорту. И понимают, знают, что это такое. То есть, часто бывает как. Например, в России я сталкивался с ситуацией, что человек смотрит в зеркало. То есть, мы не привыкшие в России к мототранспорту. Человек смотрит в зеркало. Перед тем, как выполнить маневры, если видит, что есть мотоцикл, значит, никого нет. Можно маневр выполнять. Дорога пустая. Здесь они прям объезжают. Притормаживают, объезжают, сбавляют скорость. Сигналят перед тем, как обогнать, чтобы внимание обратить на себя. То есть, в этом плане они молодцы. Тут нечего сказать. Далее. Людей в стране очень мало. Поэтому движение очень неактивное. И вообще автомобилей, в принципе, тоже мало у них. Насколько я понимаю, даже у населения процент автомобилей во владении. И такой большой, как, допустим, в том же Таиланде. Или вообще транспорта. Или где-то в Индии, где в каждой семье по 5 мотороллеров. То есть, здесь все в этом плане очень тихо, спокойно. Правила нарушают. Многие, насколько я понимаю, их вообще, в принципе, не знают. Но при этом все это делается очень осторожно, аккуратно. Плюс я обращал внимание, что большинство... Людей, которые видят мотоциклиста, проявляют к нему уважение. И положительное отношение, в принципе, вообще всегда хотят помочь. То есть, если я спрашивал о дороге, если я пытался выкатить. Да, мотоцикл довольно тяжелый. Бывает, что его нужно с парковки выкатывать задницы назад. Почти всегда подбегают какие-то ребята. И говорят, давайте мы вам поможем. Естественно, бесплатно. В этом плюс. В чем минусы? Ну, во-первых, серпантин. Если вас укачивает вот на таких извилистых дорогах, то вам нужно заранее принимать таблетки от укачивания. Они существуют. Названия не знаю. У меня нет таких проблем. Но вот часто, да, у людей бывает. Вот. Во-вторых, заправки не так часто, как хотелось бы. И сервисы тоже не так часто, как хотелось бы. Если вы собираетесь в дальнюю поездку по Черногории, нужно обязательно смотреть на карте, где и когда будет ближайшая заправка. То есть, и как бы обращать внимание на то, сколько у вас топлива в бензобаке. Ну, и еще один момент. Именно про мотоциклы. Да, так как дороги все очень узкие, обочина рядом. И на обочине там то дети играют, то собаки бегут, то там какие-то коровы пасутся. Вот. Я, например, не могу до конца расслабиться. Вот как в Таиланде. Там в одну сторону пять полос, и в другую пять полос. И дорога ровная до горизонта. Ну, вот. И ты там раз по газам, и едешь, получаешь удовольствие. Да, ни на что внимания не обращаешь. Здесь так не получается. Здесь, ну, вот, по крайней мере, я и не привык пока к этому. Я постоянно в напряжении еду. Ожидаю, что сейчас с обочины будет какая-то угроза. Поэтому приходится постоянно быть на чеку. Внимательно смотреть, все просчитывать. И, соответственно, вот такого расслабления по катушке, как в стране с широкими, ровными, прямыми дорогами. Вот здесь такого не наступает. Ну, по крайней мере, в данный момент пока. Вот, про гаишников. Не зверствуют, не лютуют. Не слышал таких историй, что вот видят иностранные номера, останавливаются, пытаются докопаться, собрать деньги любой ценой. Не слышал истории, да. Сам тоже не участвовал в таких историях. Вот, слышал, что можно, если ты что-то нарушил, ну, например, ехал без шлема, да, или там с нарушением, с превышением скорости. Вроде как можно попытаться с ними договориться за 20 евро, значит, отдать им налички и поехать дальше. Ну, то есть взятки вроде как пока берут. Но, опять же, сейчас у них подготовка к вступлению в Евросоюз, поэтому говорят, что в этом плане им тоже сильно гайки поджимают. Хамство на дорогах и какие-то разборки или ссоры между местными или между приезжими местными. Кто-то кого-то подрезал, царапал. Естественно, есть. Это есть вообще во всех странах мира. Без этого нигде не бывает. Ну, я слышал, да, там, что кто-то кого-то подрезал, какие-то царапины, вмятины, накричали друг на друга. Но, как правило, до драк это не доходит. То есть криками, угрозами все заканчивается. Но это, естественно, присутствует. Люди, в принципе, все живые. Я не знаю страны, где этого вообще нет совсем. Черногорцы являются наследниками греческого, потом византийского христианства. Поэтому тут вот элементы греческого доспеха традиционного. Ну, как? Он традиционный для икон. Так-то они не особо много и часто встречались. И вот тут наши любимые байкерские крестики. Вот. И вот, пожалуйста, символ солнца присутствует. Вот, очень приятная церковь. Они, кстати, называют церковь. Церковь. Вот так вот. А, это монастырь. Там он вид на море, которого не видно. Но зато мы прям в туче сейчас. И вот мне тут очень понравилось в плане атмосферы. И сам по себе домик приятный. Он даже больше, ну, в моем понимании, он даже больше похож не на монастырь, а просто на какой-то особняк. Вот, конечно, такой домик из камня. Это очень красиво и круто. Тут несколько родников. И мы сейчас уже прям в заповеднике. Вообще, у черногорцев отличное каменное изотчество. Понятно, что их научили. Что это не они сами, да? Но они из камня очень хорошо строили всегда. И они смогли почему-то сохранить стиль церкви там 5 века, 7 века, 10 века. Не особо сильно отличаются от современных. Потому что вот этот монастырь, он совсем новый. Его только недавно построили. Но вот он очень красиво вписывается в их тематику архитектурную. То есть, в принципе, они стали никакой модерн добавлять. И правильно делают. Молодцы. Здесь очень много дуба. Вот все, что мы ехали по дороге, весь лес, он дубовый. И вот тут вот вокруг весь лес тоже полностью дубовый. Все горы, поросшие именно дубравыми. Ну вот почему-то у них... Ну и камни много, соответственно, тоже, да? Из камня строить, конечно, намного тяжелее и дороже. Но вот у них преобладает именно каменное изотчество. Черногорцы очень долго были под Византийской империей. Понятно, что с греками и с римлянами они практически не общались. Но вот с Византией и... Как это называется? Венецианская торговая империя. Она была очень богатой. И вот они, собственно, у них приняли вот эту привычку красивую и очень дорогую. Строить все из камня. И правильно сделали. Пойдем внутрь посмотрим. Так, извиняюсь перед всеми, кто к этому относится серьезно. Его починили недавно. Вот. А основан он тут, как ни странно, даже на русском языке есть вон история, как его чинили. Основан он в 1219 году. И вот, собственно, мы сейчас на высоте 800 метров над уровнем моря. В районе села Поборы. Поборы, Верон, как думаешь, кого не побирали? Я думаю, тебя поберут нормально. Или они побирались? Здравствуйте. Вот, очень красиво внутри, уютно. А можно туда? Туда? Спасибо. Так, пойдем. Нам разрешили пройтись. Пойдем посмотрим. Это, что это такое, Верон, знаешь? Нет. Это мельничный жернов. Похоже, для зонтиков. Куда зонтики втыкают, чтобы они улетали с ветром? Да. Ну, да. Так. Называется мельничный жернов. Жернов. Ну, где это? Зерно перемалывали в муку. О, это какая-то комната специальная. Я, к сожалению, в этом плохо понимаю. Там он дальше заповедник. В заповеднике тут живут кабаны, волки, всякие косули, зайцы, змеи. Ну, змеи мы не видели, а так фазаны тут есть. Ну, то есть, животные тут, в принципе, есть. И охота здесь присутствует. Охотники есть, но это все, естественно, контролируется государством. Так, посмотрим, что там в церкви, пока нас не прогнали отсюда. Можно? Можно, можно. Спасибо. А, сюда? Ага. Я не ориентируюсь. А там и взаимопечено. Печено эфонским владычем. О, красиво. И пахнет приятно. Гаврила. Это Гаврила. Хочет прислала, да. А это кто? Мария? Не знаю. Ага, не знаю. Ладно. Насколько я понимаю, это у нас тут все святые собраны. Местные. В Черногории, кстати, своих святых довольно много, потому что они рано стали православными, ну, христианами, да. И у них в каждом городке, в деревеньке есть свои легенды про святых старцев и всякое такое. В остальном все стандартно, то есть традиционные православия. Будем потихоньку отвечать на вопросы. Тут есть такие прям, которые написало несколько десятков человек, да. То есть, значит, вам действительно это интересно. А есть, которые вот один человек написал, но я думаю, что стоит ответить, чтобы расставить точки над И. Например, Андрей Котов. Черногора почти всю историю сражалась с турками. У черногорцев даже поговорка есть. Кто я такой, чтобы прожить дольше Христа? Это очень честные и храбрые люди и самые верные друзья русским. Это заблуждение, ребята. Во-первых, мы потом будем по истории отдельно все ходить, гулять. Я буду все рассказывать. С турками они сражались совершенно небольшую часть своей истории. И плюс турки, как и, допустим, Венецианская империя, как и Австро-Венгерская империя, они оккупировали только линию побережья. Остальное им сто лет не нужно было. Соответственно, сказать, что все черногорцы всю жизнь сражались с турками... Нет, я бы так не стал говорить. Особое отношение к туркам у них есть. Негативное в смысле. Но, тем не менее, огромное количество наших знакомых черногорцев почему-то или живет, или работает, или подолгу находится именно в Турции. И здесь довольно много туристов из Турции. Приезжают играть в казино. И им никто, как говорится, в рожу не плюет. То есть, как бы, нормальное, в принципе, отношение. Поэтому нет, это заблуждение. И то, на чем очень многие погорели. Люди, которые покупали здесь недвижимость, открывали бизнес, покупали землю, чтобы строить недвижимость. Это реально история слез, крови и, не знаю, банкротства. Потому что черногорцы хорошо по-настоящему относятся только к себе. Нет у них никакого особого уважения или положительного отношения к русским. Более того, я, в принципе, не знаю страну, где какое-то особенное отношение, что русские лучше всех. Мы русских любим, остальных не очень. Не знаю таких стран, к сожалению. Черногорцы вам могут говорить, как и тайцы, как и, не знаю, там, испанцы и кто угодно, что они очень хорошо относятся к русским. Особенно, если вы хотите вложить деньги, купить недвижимость, землю или что-то такое. Но истории о том, что дальше что-то шло не так, и людей просто кидали на огромные суммы, здесь очень много, как и в любом месте, где есть море, значит, хороший теплый климат, и куда приезжают люди, которые хотят вложить деньги. Поэтому с этим нужно быть очень-очень-очень осторожным. Я думаю, вы много слышали истории, вот, там, как кого-то, какого-то вкладчика кинули в Сочи, в Крыму, вот, в Таиланде, да, там, на острове где-нибудь, в Танзании. Я знаю такие истории. В Черногории происходит все то же самое. Они такие же, нормальные, обычные люди, им тоже хочется получить деньги прямо здесь, сейчас. Например, мне в Танзании рассказывали историю, что некий итальянец купил большой дом с землей, прямо на берегу, мне кажется, там была цифра 750 тысяч долларов. Вот, отдал деньги, документы уже были в процессе оформления, пришли некие люди к нему домой, и говорят, ты знаешь, мы семья того человека, который тебе продал дом, мы передумали, мы отказываемся вам продавать дом, мы вообще, он у нас не спросил разрешения, мы не собирались ничего продавать, он вот взял, продал без нашего разрешения. Поэтому мы будем дальше жить в своем доме, вы, пожалуйста, идите отсюда нафиг, и деньги спросите у него. Вот вы ему деньги давали, у него их и спрашиваете, а дом наш. Вот я недавно рассказал здесь эту историю, мне сказали, слушай, так это же про Черногорию. И это не только про Черногорию, это все происходит везде, где вот есть рядом море, и люди туда хотят переехать. Поэтому нужно быть очень осторожным. Очень много историй, когда тебе рассказывают, что вот ты сейчас купишь землю, построишь там 5 пятиэтажных домов, мы их распродадим по квартирам или там будем сдавать, а потом окажется, что там вообще строить в принципе нельзя, и вопрос нерешаемый, и потом эту землю еще кому-то продают, еще кому-то продают. Истории, когда один и тот же участок земли продают нескольким людям, это все вот по всему миру присутствует, и стран, где этим не занимаются, несмотря на свою великолепную небывалую любовь к русским, я таких стран не знаю, честно. Поэтому вот к этому надо относиться серьезно и по боках каких-то не витать. То есть сказок, чудес не бывает, к сожалению. Так, тут пишут, что, я думаю, почему так называемая наша элита рвется в Черногорию. Теперь понятно, прикупил домик, а там смотришь и стал гражданином Евросоюза. Ну, в принципе, да, это все реально. То есть есть проекты, которые позволяют получить гражданство, и Черногория считается, что вот-вот уже скоро будет членом Евросоюза. Это все вам подробнее расскажет Верона. Я могу сказать от себя, что да, действительно, я-то не знаю ни украинских политиков, ни русских, но вот мне и украинцы, и русские говорили, что я шел по Будве и встретил там фамилию называют, какой-то наш министр там, что-то такое. Ну, да, действительно, ну, просто, видите, страна тихая, безопасная, все друг друга знают, и здесь, если у тебя есть деньги, то, конечно, ты себя чувствуешь очень комфортно. Поэтому почему нет? В России и в Украине в этом плане уникальное правительство, у которого ни российское, ни украинское гражданство, как правило, и все живут семьями где-то за границей. Так. Костя, расскажи, как там с интернетом и почтой, и вообще с доставками, и международными тоже. Верон, расскажешь? Верона у нас все покупает через интернет, поэтому она расскажет, за сколько дней приходит, как вообще интернет. Что там про интернет? Интернет здесь есть. Привет, ребята, мы выкладываем это видео прямо из Черногории. Сюда дошел прогресс. А что там еще? Почта. Что с интернетом? Ну, типа, сколько стоит в месяц, какая скорость? И что с доставками и международными тоже? Ты же постоянно что-то в интернете покупаешь? Да, я всякое покупаю в интернете. За интернет домашний мы платим 28, мне кажется, евро в месяц. Мне кажется, нам его вполне хватает. Скорость отличная, да. Скорость хорошая. За телефоном мы платим где-то, по-моему, 15-20 евро в месяц. 15. И 500 гигабайт у нас, да? Да. И скорость еще больше, чем дома. Скорость еще лучше. Что касается доставок, почты и всего прочего, я заказываю онлайн много всякого. Приходят сюда DHL, приходят сюда всякими экспресс-почтами. Они доставку делают прямо домой, причем они все очень приветливые, любезные, вежливые. У меня была такая история недавно. Я заказывала что-то там из интернет-магазина, и никак не могли мы состыковаться с доставщиком. И он позвонил мне и говорит, я вижу, ты идешь по улице, хочешь, я отдам тебе посылку прямо сейчас, прямо здесь. Очень здорово, все очень приветливые, милые. Какие-то посылки нужно забирать на почте, это зависит от того, какой компания изначально отправлялась. Но экспресс-почта идет от 3 до 15 дней максимум, все приходит в прекрасном виде. Вон там охотники стреляют. В общем, мы ехали в следующее место, и нам пора уже обедать. Мы остановились на обед, тут тетенька готовит еду. У него несколько домиков, вот эти вот домики, это сдавать туристам, но туристов сейчас нету. Но зато у нее есть огород. Вот, а я у дедушки на Кавказе каждое лето проводил за садоводством и огородством, поэтому я так неплохо в этом разбираюсь. Значит, здесь, что меня удивило, на огороде просто исключительный порядок. Просто исключительный вообще, чистота, все аккуратно, по линеечке, прям вообще офигенно. Значит, что у нас тут замечено? Яблоки, груши, айва, вишня, черешня, инжир, картоха, помидоры, лучок. Смотрите, порядок какой, да? И у нее огород довольно большой, он каскадный. Он туда дальше вверх уходит, и туда вот вниз еще идет. Таких каскадов много. Конечно, очень чисто. Чистота просто зашкаливает вот тоже, да? Я сегодня перестаю думать о том, что, ну, это же вроде тоже славяне, как мы. Ну вот, не знаю, у меня дед был прокурором целого там большого района или края в Карачаево-Черкесии. Он русский, но он из Москвы уехал туда. И он тоже очень любил порядок, но даже у нас вот так на огороде чисто никогда не было. Все равно что-нибудь где-нибудь валялось обязательно. Здесь прям что-то как-то вылезано, как у немцев, я бы сказал бы. Вот, вот у нас один из моих любимых фруктов, наверное, инжир. Вот, и у них довольно большой виноградник вон в ту сторону. Виноградник тоже в исключительном состоянии. Сейчас можно туда подойти. Здесь много очень сортов винограда. Но в основном они, к сожалению, винные. То есть, столовый виноград у них почему-то не в почете. Они не очень его любят. Он весь винный, а я обожаю как раз столовые сорта. Вот, виноградник вам, пожалуйста. Тоже все в исключительном состоянии. Причем интересно, что черногорцы редко сами работают у себя в огородах. В основном это все обрабатывают какие-то приезжие албанцы, македонцы и там еще кто-то сербы, хорваты. Я уже об этом вам говорил. Ехали мы, ехали и приехали. Это такой прям символ Черногории. Ну, для туристов, конечно. То есть, все, кто здесь отдыхал, знают это место. Это остров, который уже сделали полуостровом. То есть, насыпали там, получается, вот эту вот штуку. Ее насыпали. Остров Святого Стефана. Там тоже богатые истории. Но это уже я буду, когда вам про историю рассказывать. Я все это подготовлюсь, расскажу. Сейчас это частный объект. И мы просто сейчас посмотрим вокруг. Там рядом есть красивый пляжик. Мы сейчас туда поедем. И там на пляжике вам расскажем дальше ответы на ваши вопросы. Вон у нас там Будва вдалеке. Сегодня довольно жарко. Вон, я смотрю, люди на яхтах катаются. Мы спустились вниз. Сейчас пройдемся не спеша до лагуны. Тут довольно красивый лес. Вокруг отельчика небольшого. Я вам как раз немножко порассказываю, что вы у меня спрашивали. Смотрите, мы пока ехали, с Вероной обсудили такой момент. Очень много поступило вопросов. Сколько стоит квадратный метр жилья? Сколько стоит аренда дома, квартиры? Сколько стоит дом? Сколько стоит квартиры? Какие налоги? Как выглядит процесс оформления? Все остальное. Значит, под видео есть инстаграм Вероны. Она вам там все расскажет. Значит, есть два формата. Первый. Это вы просто внимательно следите за всеми ее сторис и постами. Там постоянно, каждый день она постит инфу именно про недвижимость, покупка-продажа, перепродажа, дивиденды, рост, падение и все остальное. Правильно я говорю, Верон? Правильно. Есть что добавить? Рост, при рост. Я иногда устраиваю там такие вопросики, ответики, где можно написать вопрос. Я точно так же буду отвечать, только коротко в сторис. И второй формат. Это если вы хотите обратиться лично ко мне. Моя консультация платная. Вы можете написать мне также в директ, записаться на консультацию. Это довольно серьезная работа. У меня в этом месяце было 14 сделок. И это все занимает время. Каждая сделка это несколько суток просто совсем беспрерывной работы. Да. Сегодня я спала 3 часа. Позавчера примерно столько же. Поэтому всех приглашаю. В инстаграме много информации. Обращайтесь ко мне лично. Те, кому очень сильно надо. Да. А вот на остальное, вот без всяких этих занудств про цифры, я сейчас вам потихоньку буду рассказывать. Значит, первое. Вопрос, который волнует действительно многих. За счет чего живет страна. Мы очень долго не могли понять. И прям целые опросы, исследования проводили. И читали, и у местных спрашивали, и у образованных. Вот. Значит, расскажу вам просто наши мысли по этому поводу. А там, может быть, конечно, я в чем-то не прав. Я не профессор экономики, Балканского региона и все такое. Значит, первое. Клановость. Они кланами скидываются. Ну, представьте, если в семье у вас 500-700 человек. Да, вы можете скинуться, не знаю, по 1000 долларов и купить землю, построить какой-нибудь там, допустим, пятиэтажный домик или несколько таунхаусов. И сдают на побережье. Это первое. То есть, получается, что на весь клан, если эти деньги делить, это вроде совсем немного. Но, в принципе, им много не надо. У них тут до сих пор присутствует натуральное хозяйство. Огороды мы с вами смотрели сегодня, да. Кстати, вот там кафе, где мы останавливались, я уже об этом говорил. Все сотрудники приезжие, все сербы. То есть, черногорцев там тоже нету. То есть, и огород обрабатывают не черногорцы, и официанты, кассиры, повара тоже не черногорцы. Это у нас тут такой небольшой отельчик приятный. Так вот, туризм. То есть, сдают какие-то объекты, и вот, собственно, эти деньги делят. Далее, следующий момент. Как только сезон заканчивается, он заканчивается где-то в конце сентября. Да, пляжный купальный сезон. Вот. Тут же в горах уже начинает выпадать снег с октября, и тут отличные горнолыжные курорты. И вот этот же клан может скинуться опять денежкой. Все родственники могут скинуться, да. И прикупить земли в горах. Пожалуйста, всю зиму они теперь там сдают. Значит, домики, квартирки, номера, таунхаусы, и всякое такое, да. Вот. Следующий момент. То, что не касается туризма. Здесь довольно много, я говорил, что фрукты, виноград, ягоды. То есть, не знаю, давайте назовем сельское хозяйство, плантации, да. Вот. С этого тоже получают какую-то денежку. Сами там тоже не работают. Денежка тоже небольшая. Ну, вот смотрите, получается, что как бы три источника. Вот. То есть, летом туризм, зимой туризм, и все остальное время сельское хозяйство. По чуть-чуть, по чуть-чуть, вроде как, хватает. Живут они все небогато, очень скромно. Вот. Шмотки, они покупают, ну, вещи, чтобы носить, да. Покупают в основном на распродажах. Тут у нас ходит паром. В Италию сколько, Верон? Три часа вроде идти, да? Восемь часов. Восемь часов. Будет на пароме. А куда идти? Иди впереди. А, вон, вон проход, вон дальше впереди. Вот. И вроде как на всех хватает. Если надо кому-то, вот они и живут, живут. Доход у них получается совокупно небольшой. Если надо кому-то купить, не знаю, там, дом новый, но, там, старший сын женился, да, нужен новый дом для сына. А что делать? Также всем кланам скидываются, он им потом потихоньку отдает. Вот. Это наши догадки. Но это за счет чего живут просто частные люди, семьи. Да, за счет чего живет государство. Как пополняется бюджет? Ну, во-первых, конечно, налоги. Здесь налоговая очень четко работает. Если ты заработал какую-то копеечку, налоговая в момент об этом узнает, потому что все друг друга знают. Здесь налоги, в отличие от России, скрыть практически вообще нереальны. Я в таких случаях не знаю. Сложно, я думаю, очень, да? Вот. И собирают налоги. Населения мало, движения, денег много. Инвестиций очень много. Черногория очень многим нравится. Сюда иностранцы всякие. Мы рассказывали в прошлый раз. Американцы и всякие другие вкладывают очень активно, бодро денежку. Вот такая лагунка. Мне очень нравится. Сейчас покажу вам. Вот. Сегодня погода пасмурная. Но я и люблю как раз такую погоду. Вот. Мы тут были не один раз в сезон. Тут, конечно, народу побольше. Так, сейчас я где-нибудь присяду, вам дорасскажу дальше свои мысли. Так, я поставил телефон в штатив. Будет не такая хорошая картинка. Зато у меня рука не устает. Вот. И промышленность тут была. А в советские годы здесь построили... Вот только то, что я знаю. Это консервный завод, рыбообработка. Ну, как бы страна с выходом на море, правильно? Это подшипниковый завод в советские годы. Он был в городе Хотор. И какой завод, который разворовали весь полностью возле Подгорицы? Алюминиевый? А, какой-то, да. Вот. И очень крупный был алюминиевый комбинат возле Подгорицы. Подгорицы – это столица. В 90-е, естественно, все разорвали, все распродали, перепродали, потом еще раз перепродали. Причем умудрились кинуть нескольких русских олигархов, в том числе и кого. Так, мы смогли вспомнить, что кинули Полонского и какого-то еще русского олигарха. Я забыл, мы не можем вспомнить, как его зовут. И это, ну, два примера есть, наверное, нескольких десятков. Вот. Дело в том, что черногорцы, как и мы, русские, как и украинцы, с этим делом справляются просто на 5 плюсом баллов вообще. Очень хорошо, отличненько. Вот, я начал об этом рассказывать, да, что вот как на уровне частной продажи земли и домов, квартир, например, да, они могут нагреть. Точно так же на проектах, которые в масштабах страны. То есть там, где миллиарды долларов. Поэтому, вот, собственно, распил, да, вот, кидают инвесторов. И такая тема, ну, например, немцы говорят, мы хотим вложить, ну, например, 70 миллионов долларов, чтобы помочь вам развить гидроэлектрофикацию. Ну, то есть речки горные здесь есть, вот, чтобы у вас было свое электричество, например, да. И потом всплывают истории, что, значит, они взяли деньги у немцев и в Италии купили турбину. Ну, я не, нет, я подробностей не знаю, да, в технических. В Италии купили некую турбину, например, за 50 миллионов, которая на самом деле стоила 15 миллионов. Вот, я думаю, вы узнаете почерк, собственно, все этим занимаются, но вот черногорцы в этом плане тоже не дураки, у них все очень хорошо с этим. И вот, вроде, денег немного, потом там дали, допустим, не знаю, на строительство дорог, на строительство канализации, электрификации, еще чего-нибудь. Вот, и вот они мутят такие схемы. Получается, вроде, немного, но почему-то стабильно, то есть страна за счет этого живет уже много-много лет. Вот, и получается, что хватает на всех, потому что я в прошлый раз говорил, что в стране официальное население около 700 тысяч человек, но из них половина примерно отсутствует. Оно где-то или проживает, или работает за границей. Вот, как они работают, не знаю, но, видимо, как-то работают. По поводу, там я видел, многие в комментариях писали, что ясное дело, что живут за счет туризма. Ребят, я вот сколько стран проехал, я пока не видел ни одной страны, где действительно весь бюджет страны, 100% полностью, строится только на туризме. Ну, не знаю, может быть, Мальдивы, но это мое предположение, да? Потому что, как правило, туризм это, знаете, узкая полосочка прибрежная где-то, да, и все, и больше ничего. Вот, там, не знаю, от моря уже в километре с туристов никто ничего не имеет. Совершенно это ошибка. Дело в том, что мы, когда туристы приезжаем в какую-то страну, да, мы общаемся только с туристами, видим вокруг туризм, автобусы полные туристов, значит, обслуживание. И мы уверены, что, ну, вот, понятно, страна за счет этого и живет. Например, Таиланд ежегодно получает с туризма от 3 до 6% ВВП. Вот, там очень мощная промышленность в Таиланде, я уже об этом говорил много раз. Но мы, когда приезжаем отдыхать, мы же не ездим на фабрики, заводы, да, мы бываем там, где бывают туристы. Вот, вот, кстати, как раз город, где мы были там в облаках до этого. И у нас складывается ложное ощущение, впечатление, что страна существует только за счет туризма. Ну, вот, собственно, как правило, мы ошибаемся. Так, потом я упомянул в прошлый раз, что черногорки неохотно выходят замуж за иностранцев, как и тайки. И вы попросили рассказать, что там с тайками, и кто-то написал, а вот у нас в Финляндии, у половины мужиков в нашей деревне, жены тайки. Смотрите, ребят, тут все очень просто объясняется. Вот, якутки, например, калмычки, алтайки, тунгуски, чукчи, женщины. Вот, если они выходят, например, массово начинают выходить замуж за, там, иностранцев, мы можем сказать, что это русские массово выходят замуж за иностранцев? Нет, это люди из России, женщины в данном случае из России, к русским они, ну, как-то именно к нации отношения имеют. Это, у них есть своя нация, она совсем другая, да. Ну, и вот мы забываем, что в Таиланде больше 160 национальностей, их там очень много, и в основном любят выходить замуж за иностранцев, в любых, да, там, европейцев, неевропейцев, пофиг за каких. Значит, жительницы, провинции, региона, который называется Исан, в нем 16 провинций. Это у нас Ю, сейчас я скажу, это у нас Восток, именно Восток, да, Таиланда на границе с Лаосом. Это этнические лао, то есть это люди, которые по национальности, по своей, да, они лаоцы, они говорят на лаосском языке, у них культура, традиции, внешний вид, совершенно полностью отличается от тайской культуры, традиции, внешнего вида, всего-всего остального. Но дело в том, что и те, и те монголоиды, ну, как часто вы их называете узкоглазые, да, поэтому вы между ними разницы особо не видите, собственно, как бы, что они там все на одно лицо. Мы, кстати, для них тоже на одно лицо все полностью. У меня одна бабушка рассказывала тайская история, что когда она была маленькой, приезжал передвижной кинотеатр, знаете, когда простыню вешали на дом, ну, вот я это застал еще, и показывали, да. Ну, вот она говорит, что голливудский фильм стоил один бат, ну, это типа как рубль, да, кстати, раньше рубль с батом не так давно были один к одному, а тайский или китайский фильм стоил два бата. Я спрашиваю, почему голливудский фильм стоил один бат, на них никто не хотел ходить, потому что там все на одно лицо, невозможно запомнить, где кто плохой герой, хороший, где чья жена, и вообще, что происходит, вот. То есть, ситуация совершенно стандартная, они для нас все на одно лицо, мы для них. Значит, поэтому, вопреки легендам, тайки очень неохотно вступают в смешанные браки, как правило, семья против, ей стыдно, она стесняется, ей неудобно, некомфортно. Вот, у меня буквально было там два товарища русских, которые встречались именно с тайками, с настоящими, то есть два всего за 20 лет, да, понимаете. И оба раза эти отношения были очень короткие, и оба раза тайки их прятали от семьи, в ходе того, что вот они по городу, по какому-то району едут, и она говорит, пожалуйста, сиденье развожи, и это, откинься назад. Вот. Более того, просто проживая в Паттайе или отдыхая на Пукете, с тайкой-то и познакомиться невозможно, потому что, я опять же уже об этом говорил, что все люди, с которыми вы пересекаетесь, встречаетесь, это приезжие. То есть, есть такая статистика, что в Паттайе тайцев меньше 6%, и так как я свободно говорю на тайском, я иду по улице, я понимаю, на каком языке люди между собой говорят, и что они обсуждают, и что это категорически все не тайцы, да, то есть массажисты, официанты, повара, кассиры, таксисты, люди, с которыми вы пересекаетесь, общаетесь в Паттайе или на Пукете, это этнические, не тайцы, это Бирма, Камбоджа, Лаос, кто угодно вообще. Исан, то есть это граждане Таиланда, но это этнически, это не тайцы, не тайцы, да, и вот как ни крути, это все равно не тайцы. Очень много историй, огромное количество, когда мои товарищи знакомились с девушками, или я знакомился с кем-то, да, или мы с Вероной вместе, и они сначала говорят всегда, все, вообще все поголовно, что они тайцы из Бангкока. Но потом, когда мы чуть-чуть пообщались, выясняется, что это на самом деле из Лаоса люди, из Камбоджи люди, из Исана люди, и они на тайском говорят с акцентом, и как бы со всеми вытекающими. Смотрите, значит, это примерно как, если бы узбечки, киргизки в туризме. Дело в том, что в туризме обслуживание, да, это что такое? Это уборщицы, массажистки, поварихи, кассиры, в основном женские всякие работы, поэтому женщин довольно многое работает в туризме. Ну вот и представьте, что если бы в Россию ехало на заработки большое количество не мужчин, как сейчас получается, из Узбекистана, Тиргизии, там еще откуда-то, да, вот, Таджикистана, а ехали бы женщины, потому что туризм, там нужны вот официантки, повара, всякие. Опять же, что касается проституции, то же самое, Тайк, я что-то или вообще не видел, или, может, видел там одну-две. Вот, и вот представьте, они бы приезжали в Россию, там массово все выходили замуж за москвичей или за иностранцев, там, за каких-нибудь немцев, американцев, ну, естественно, почему нет, да, но разрыв в плане вот уровня образования интеллекта, менталитета, он настолько огромный, что, как правило, эти браки, они построены на чем-то взаимовыгодном, то есть, например, дяденька эту тетю из Лаоса или из Исана содержит, а она его досматривает, и смотрите, для нее 1000 долларов в месяц, это довольно серьезные деньги, потому что она из деревни, без электричества, и если бы не эта дедушка, она бы работала в поле за 300-400 долларов в месяц, в Лаосе, в Камбодже, такие зарплаты, вот, то есть, странно, совсем не богатые, а тут он и дает, например, то есть, он ее содержит, плюс он дает и долларов 700 в месяц, она их может откладывать или отправлять родне, да, но смотрите, какой момент, сколько стоит в Германии, где-нибудь в Швейцарии, в Финляндии сиделка, которая с тобой будет круглые сутки, которая будет тебя в туалет водить, извиняюсь, тебе там задницу вытирать, да и все остальное, я думаю, что очень дорого, намного дороже, чем 600-700 долларов, поэтому эти отношения, они, как правило, действительно взаимовыгодные, но это не тайки, не тайки, то есть, вот, именно таких пар очень мало, и, как правило, это полицается обществом, и родственники, и соседи, и друзья, и пальцем показывают, сразу стоит вопрос, где вы познакомились, да, вот, если говоришь Паттайя, ну, все, как бы на девушке уже клеймо, как она в Паттайя попала, и что она там делала, так, примерно объяснил, так, дальше, вопрос такой, значит, Дмитрий Пекарев, 4 года назад тоже думал перебраться туда, но имеется в виду в Черногорию, когда полетел на разведку, в самолете разговорился с женщиной из Минска, она рассказала, что школьное образование в госшколах в Черногории слабое очень, поэтому она вернула дочку в Минск, когда я стал спрашивать у коллег о местном образовании, сказали, есть помимо госшкол частные, но там 500-600 евро в месяц, а в какую школу ходит ваш сын, на каком языке учится? Так, во-первых, у нас тут несколько детей, так как я говорил, что Верона здесь весь клан, у нас тут несколько детей учатся именно в бесплатной Черногорской государственной школе, и из них одна девочка я закончила, и один мальчик почти закончил, то есть он уже в 10-м или в 11-м классе, вот, и с интеллектом у них очень сильно все в порядке, даже более чем, то есть у меня есть мнение, что просто не образование было слабое, а девочка была очень слабая, которую вернули обратно в Минск, вот, и у нас наш малец учится в платной британской школе, мы платим примерно 1000 евро в месяц, он всю жизнь учился только в британских школах, и я вам скажу, что, вот, мое мнение, что уровень интеллекта, уровень знаний ребенка никак не зависит в данный момент теперь, не знаю, может, раньше было что-то там как-то связанное, сейчас никак не зависит ни от школы, ни от преподавателей, вообще ничего, сейчас дети занимаются очень активно, бодро самообразованием, читают книги, гуглят, вот, другое дело, что кому-то это нужно, а кому-то не нужно, кто-то ориентируется на родителей, видит, что родители тоже хотят знать все про все, да, а кто-то там не хочет, например, здесь я не знаю его одноклассников, в Таиланде я был знаком с несколькими его одноклассниками, ну, вот, Адам как в пять лет соскочил с Лего, например, да, это вот эти кубики, которые надо втыкать друг в друга, а эти его друзья-ребята так и втыкают до сих пор, книг не читают, хотя они учатся вместе с Адамом в школе, где очень дорогие, крутые, профессиональные, образованные преподы и дают, ну, казалось бы, что еще нужно, да, но вот, тем не менее, вот вам такой пример, то есть, и там есть супер-мега-заученные ботаники, которые намного умнее Адама там, как бы в разы, и есть очень глупые дети, поэтому я уверен, что это зависит больше от семьи, от самого ребенка, от желания учиться, вот, поэтому, если у вас ребенок или дети хотят учиться, и вы готовы с ними проводить время и заниматься, то бесплатная школа, ничего плохого не вижу совершенно, на мой взгляд, что вот я общаюсь с этими нашими двумя членами нашего клана, да, которые в Черногорской школе, ничего плохого не могу сказать, уровень интеллекта совершенно нормальный и выше среднего. Так, дальше у нас вопрос, у меня эта память на телефоне переполнилась, пришлось старые видео удалять, удалял видео с поездки за рубинами, где мы с бандитом познакомились. Так, насколько хорошо там ювелиры, художники, дизайнеры живут, если или и есть ли, или средний стандарт в ходу, а есть ли вообще ювелиры, дизайнеры, художники, не особо, население очень маленькое, но вот представьте, здесь население поселка, да, по сути, или там такого маленького российского городка провинциального, но сколько тут нужно ювелиров, чтобы обслужить всех, ну, там, несколько человек, то есть, не особенно. Вообще, в принципе, в этом плане вы ориентируетесь, что вся страна, это как бы провинциальный городок, и он еще очень сильно раскидан, и ладно, если бы они все вместе жили, там, открыть какой-то магазин, и там 300 тысяч человек про тебя узнает, а тут совсем не так получается. Так, платите таксу поддержки за квадратный метр, сколько, если не секрет. Под видео есть ссылка на Веронин инстаграм, там все это будет, это не мой профиль. Так, что там с йогой? Может, открыть у вас там студию для русско- или англоязычных? Это можно открыть, конечно же, йоги, фотографы, психологи, массажисты, они есть, и когда специалисты по компьютерам, да, они есть вроде как в любой стране, вот, где мы бываем, там, в Атинской Америке, в Азии, в Танзании, здесь, в Черногории, ну, вот они вроде есть-есть, но как только нужно становится, действительно, вот, там, ты готов заплатить, вот, завтра тебе нужно что-то. А, кстати, по вот этим вашим женским штукам всякие, ресницы, губы, там, волосы, подколки, вот эти все, тоже, как бы, слишком много хороших специалистов не бывает, я знаю, поэтому хороший препод по йоге, я думаю, что пригодится везде. Так, очень интересно, тебе, кстати, бы в Грузии понравилось. У нас с Вероной в Грузии была свадьба, мы довольно долго там были, много посмотрели, ну, что-то понравилось, что-то не понравилось. Музеи понравились, римский форт восстановили, очень странно. Мы с Кимом Жуковым там гуляли, он был очень недоволен, я тоже, лучше поставили, как было. Ну, или наняли какого-нибудь грамотного специалиста, взяли, все испортили. Еда вкусная, люди, ну, есть похуже, получше, как бы, как и везде, в принципе, да. Море, как и здесь, холодненькое, нормально, купаться можно. Так, про недвижимость много пролистываю, все, это все к Вероне. Для них с их клановостью отлично подошел бы страйкбол. Ну, да, хорошо, когда у тебя в семье там 300-500 человек, можно сразу пять команд собрать, проводить турниры, да, внутри семьи. Вот, но не хотят тут ничем увлекаться, были здесь даже, я вспомнил, в прошлый раз не рассказал об этом, русские ребята, которые пытались черногорцев вовлечь в реконструкцию. Тоже попытка провалилась, ну, вот, как бы, не знаю, надо еще пробовать, я считаю. Для постоянного проживания Италии или Черногория? Я в Италии толком не был, Италию всю проехала Верона, но она это сделала в детстве, поэтому сейчас сравнивать будет неправильно, мы можем сравнить вам с Испанией, она не сильно отличается от Италии, я думаю, что примерно та же самая там проблема. Мы два года назад хотели, как, ну, типа, мы устали от тропиков, да, и мы хотим полгода в тропиках, полгода где-то в Европе, чтобы вот цивилизация, там, значит, готика, крепости, музеи, и мы сначала хотели в Барселону, мы туда поехали, прожили там сколько, месяцев 8, да, где-то? Да, больше полгода. 8 месяцев мы прожили в Барселоне, и там, конечно, присутствуют те же самые проблемы, которые есть в Германии, в Италии, во Франции, это огромное количество приезжих, которые не хотят категорически работать, и которые создают огромный уровень преступности, то есть мы впервые в жизни в Барселоне днем видели, как люди колятся, я никогда в жизни-то этого не видел, как люди колятся, мы видели бомжей рядами, там, которые там, извиняюсь, как или писели, ну, как-то все ужасно, вообще сказали, детей ни в коем случае ни на шаг нельзя отпускать, я лично видел 2 или 3 грабежа, ну, прям вот идешь по улице, ухоба, у тети выхватили сумку, причем не побежали, а просто пошли дальше, потому что полиции не хватает, там настолько много приезжих, что они, ну, как бы, полиция не справляется, да, у меня один раз в кафе подошел черный дядя, забрал еду просто со стола, пошел дальше, на ходу и ел, еще на меня что-то покрикивал, там, какие-то матюки на своем, вот, а Верона у нас в час дня с Адамом вместе, вдвоем они гуляли, на площади всех святых, да, вы были? Мы были возле какого-то музея, то есть в таком достаточно хорошем месте. Короче, час дня, центр города, кругом полно народу, четверо, да, марокканцев. Два марокканца на двух великах. Два марокканца на двух великах. Вы выхватывали телефон, но Верона включила суперспособность, этот, вопль войны, да, вот, но вот там очень криминально, и постоянно пости своего мальца, чтобы его не украли, там, не знаю, ничего с ним не сделали, что-то как-то не хочется. Но наркотики, мне кажется, подсадят сразу, там, ребенка выпустил. Я думаю, я думаю, предполагаю, что в Италии сейчас происходит примерно то же самое. Внешне старый город в Испании по атмосфере не сильно отличается от старого города в Черногории, цены ниже, ну, раза в три на еду примерно так, в два-три раза ниже цены. Вот, поэтому, извините, с Италией сравнить прям хорошо, конкретно не могу. Так, сейчас смотрим, что еще вы тут написали. Ага, тут вот, видимо, наш коллега по Вархаммеру, это вот, который настольная игра, фигурки, которые маленькие, спрашивает, как обстоят дела с клубами? Никак, их тут просто нету. Черногорцы, я уже говорил, не увлекаются особенно, потому что, видимо, им стыдно перед своими, с этими, родственниками дзюдоистами, каратистами, каких-то эльфов раскрашивать. Вот, но сейчас ситуация очень сильно поменялась. И, кстати, очень интересно, что это связано с ковидом. Из-за ковида тут застряло очень много иностранцев, которые сроду бы сюда не поехали вообще надолго, да? Они тут пожили, им понравилось, они стали подтягивать своих друзей. Верона говорит, что прям такая уже массовая крупная тусовка образовалась. И вот они, эти иностранцы, это Европа, США, Канада, Англия, они уже организуют там эти походы в горы, в велотуры какие-то, в настолки играют. И, может быть, вот мы с мальцом создадим здесь движение, как бы какой-то клуб настольных игр. Ты хочешь что-то добавить? Ты так хорошо говоришь, что не добавить ничего. Как хорошо сказал! Так, Черногория достаточно дорогая страна, никаких дешевле в разы, для сравнения сгоняйте в соседнюю Албанию. Дороговизна, правда, дороговизна в ресторанах компенсируется гигантской порцией. Ребят, вы просто сейчас говорите как туристы, а мы не туристы, да? Мы ходим в рестораны, где бывают туристы, прямо на берегу, но не часто. Мы знаем совсем другие места, вот мы сейчас тут побудем, туда пойдем ужинать. Вот, там цены очень комфортные. И, естественно, вы сами понимаете, что, ну, как бы, если вы пришли в какой-то ресторан для туристов, и там все по 10 евро или по 20, не значит, что так во всей стране. Так, в Финляндии много тайских женщин замужем, рассказывал, что это не тайки. А кто такой Адам? Верона, кто такой Адам? Какой Адам? Это Homo sapiens. Адам это маленький мальчик. Да какой маленький, ему 11 лет уже. Короче, это наш сын. Мы, если вы заметили, я всю семью троллю постоянно, и мы вместе троллим его. Вот, тут еще кто-то, тут еще кто-то спросил, он нас троллит, да? Кто-то спросил, типа, а вы что, ребенка действительно отдали в однополую семью? Да, конечно. А вы свой юмор куда-то, видимо, отдали. Вот, у нас история началась... Адам с нами ездит на всю войну полностью, это война викингов, да? Там маты такие, что, я думаю, большинство из вас и не слышали никогда в жизни. И вот эти все истории, что там, значит, дядя с дядей, и тетя с тетей, и все со всеми, это все рассказ обсуждается постоянно по кругу, поэтому он с детства в теме. Вот, он, кстати, очень грамотно фильтрует, он ни разу в школе такое не говорил никому никогда, по крайней мере, нам не жаловались. А здесь, конкретно в Черногории, про однополую его семью началась история с чего? Два года назад мы пошли на Новый год, у них тут есть, у них, кстати, тоже в христианстве есть очень прикольные элементы язычества, да? И мы пошли сжигать дубовые ветки, это прям такая языческая традиция, которая происходит на территории церкви, если хотите, я вам об этом расскажу отдельно, да? И мы туда пошли, там ночью, значит, сжигали эти ветки, там огромный костер, и Адам сидит, смотрит на огонь, и подходит какой-то, он трезвый был, да, этот мужик, трезвый мужик совершенно, очень здоровый, как и все черногорцы, лет 50, значит, подошел к нему, взял его вот так за голову Адама, поцеловал в обе чеки, и говорит, что-то с Новым годом, или с Рождеством, да, сынок, с Рождеством, говорит, и нам, и говорит, вас тоже всех поздравляю, и ушел. То есть, из 50 человек, которые там сидели, он выбрал, чтобы расцеловать Адама, но, естественно, мы его начали сразу троллить, на эту тему троллим до сих пор, спрашиваем, когда ты уезжаешь к тому мужику, есть ли у него бойфренд, и вообще, как у вас все будет складываться, но Адам такой юмор отлично понимает. Так, преступности очень мало, на окнах, где мы гуляли в прошлый раз, везде решетки, мы не знаем почему, я спросил у Вероны, она тоже не знает почему, мы спросим у родителей, еще у кого-то, у знакомых, я думаю, что скорее всего, просто какой-то стандарт, а может быть, когда очень много туристов, да, туристы могут, туристы в шторме, понимаете, разные бывают, я, например, в Таиланде, проживая, нередко встречался с туристами, клиптоманами, которые заплатили, да, 2000 долларов за отдых, но при этом, могли что-то запросто спионерить, в магазине, даже там просто, тупо, бутылку пива, деревянного слоника за 200 рублей, для меня это не совсем, чем я могу понять, однажды я в полиции, как переводчик, участвовал в деле, там тетя себе в бюстгальтер напихала в магазине всяких сникерсов, твиксов, потом, когда стали уже оформлять документы, штраф им, да, выписывать, оказалось, они живут в отеле Рэл Клифф, там долларов 500 стоят сутки, ну, то есть, как бы у людей свои развлечения, поэтому, возможно, если у тебя квартира на первом этаже, и каждый день мимо проходят тысячи иностранцев, я бы тоже, наверное, решетку поставил, а вот, мне понравилось, очень гневный, значит, гневный комментарий, Константин все время у нас, вот у нас, у нас, у нас, создавши путаницу между у нас, у них, ну, и там, и так вот дальше, что, а Вероны вот такого нету, она молодец, а ты задолбал своим уже у нас, смотрите, во-первых, я знаю, люблю, ну, как, относительно знаю, но очень люблю историю, и я вам скажу, что мои предки, Homo sapiens, и до этого другие, они эволюционировали, и перемещались по всей планете Земля, совершенно, никаких границ не было, и точно сказать, где моя родина, да, вот смотрите, если мы сейчас углубляемся в эти глупости, которые часто нам навязывает, кстати, правительство в том числе, что, вот, ты родился в Белгороде, вот там и живи, типа, да, никуда не уезжай, да, пусть там зарплата 25 тысяч рублей, ты должен всю жизнь жить там, претерпевать, платить налоги, вот, давайте сузим, вот ты родился на улице Литвинова, например, а я родился на улице, да, на улице Литвинова я родился, вот, вот, всю жизнь должен жить там, переезжать на другую улицу, в соседний район, ты не имеешь права, вот, я тоже первое время когда-то велся на эту тему, прочитал у кого-то из ученых, мне кажется, что у Джареда Даймонда, это, который написал «Ружья, микробы и сталь», что патриотизм это совершенно такое мифическое придуманное понятие, чтобы олигархи могли детей обычных людей кидать на войну за свои интересы, да, вот, например, как жили-были американцы, никого не трогали, да, все было хорошо, война между Германией, там, Европой и Россией, и американскую молодежь, или там, как война в Вьетнаме, да, молодежь кинули туда умирать, становиться инвалидами, кому это нужно, кто на этом заработал, олигархи, этим, а им сказали, слушайте, ребята, вы есть патриот, вы должны ехать, вот, пожалуйста, сейчас будет война между Канадой и США, например, да, и у Путина там будут какие-то интересы, или у правительства, они скажут, если у патриота, ребята, надо ехать срочно, и все поедут, то есть, я считаю, это патриотами, вот, второй момент, я, когда первый раз летел на самолете, далеко, я не помню, возможно, это был Таиланд, я смотрел в окно, и когда мы пролетали границу с Россией, я был уверен, что там сейчас какая-то будет некая полоска, и все хорошее закончится, там не будет лесов, рек, полей, гор, какая-то хрень начнется полная, а там все было, потом я пролетал еще другая страна, другая страна, а там дальше, вот, как речка текла, например, и поля были, так все течет и поля, поэтому вот эти все границы, они придуманы совершенно, это мое мнение, да, и убеждение, мне хорошо там, где мои хобби, влечения, где моя семья, это вот, собственно, моя родина, там, где нахожусь, естественно, они со мной, это вот есть у нас, и это есть наша родина, плюс мы в Черногории уже давно, уже много лет, по сути, мы каждый год несколько месяцев тут проводим, у нас здесь недвижимость, родственники, там, не знаю, мотоциклы, машины и все остальное, детей толпа, вот, ну, это в клане Вероны, и наш еще плюс, да, поэтому, да, у нас, я считаю, что если несколько месяцев провожу в год в каком-то месте, я могу говорить смело, что это у нас, так, а вот, Константин, я извиняюсь, но вы своего ребенка отдали в однополую семью, не спрашивал бы семейным, если бы сами не обронили, да, это уже сказал, так, вроде все, значит, смотрите, основной посыл какой, я ответил на вопросы, да, если вам что-то интересно про приехать, отдохнуть, там, куда-то съездить, посмотреть чего-то, там, в каком городе порекомендуешь становиться, пишите лучше мне, в WhatsApp, мой WhatsApp здесь внизу, если вам про цифры, про недвижимость, про вот это все, пишите Вероне в Instagram, он тоже здесь внизу, в каком формате она будет объяснять, мы объяснили, давайте еще раз, да, я скажу, что или в ее stories, получать информацию по ордсаме, она постоянно постит инфу именно по бизнесу, по недвижимости здесь, или брать платную консультацию, почему платную, тоже все уже объяснили, есть что дополнить? В Вероне дополнить нечего, все, сейчас мы едем делать небольшой обзорчик на Черногорскую еду, вот, потом поедем куда-нибудь проводить время, потому что у меня ДР сегодня, это мы с вами подошли, остров Святого Степана, или Стефано, уже поближе, мы пониже спустились, он прям очень прикольный, весь остров частный, это отель, его можно бронировать, через букинги всякие, но судя по окнам, он из-за ковида тоже закрыт, как и большинство отелей, открыт сейчас, и почему окна все у него закрыты? Да, потому что этот отель, он только не сдается, А как он сдается? А там какие-то особые эти, привилегии необходимы, В смысле, там даже экскурсии сейчас есть, Не все могут там пожить? Не все, Ничего себе, До четырех часов дня там есть экскурсии, сейчас сколько можно, И вон там на пляже, полуголые тетеньки, вот тут, в этом, в этом месте, или на самом острове, или где-то здесь рядом, да, Роберт Де Ниро купил ресторан, построил, Нобу называют, как? Нобу, 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 Роберт Де Ниро, значит, построил ресторан, открыл, там какой-то супер-мега-повар, это ресторан японской кухни, значит, там надо заранее бронировать столики, и оставлять депозит, 200 евро, да, Верон? Мне кажется, да, и ресторан работает всего, по-моему, четыре месяца, 200 евро депозит надо оставлять, то есть, если ты хочешь прийти туда, нужно 200 евро на счет скинуть, потом уже тебя запишут, можешь прийти, тебе дают, мне кажется, час времени, и он работает четыре месяца в году, мы несколько раз хотели туда попасть, когда именно там сам был Де Ниро, потому что Верона хотела ему пожать руку, испакнуть, вот, но не получилось, по разным причинам, несколько раз мы туда не попадали, сейчас поближе подойдем, я вам покажу, так, вот вам еще поближе, сейчас я цвет как-то вытяну, яркость, против солнца получается, снимаю, ну, он такой прям большой, и до того, как насыпали этот мостик, это, конечно, была естественная крепость, суши практически неприступная, там вон такие прям, скалы мощные, смотрите, и на скалах стоят, стоят все эти дома, там внутри очень атмосферно, сегодня мы уже не успеем, у нас уже ближе к вечеру, нам пора ехать, трапезничать, но как-нибудь надо туда будет, на экскурсию сгонять, и там все поснимать, мы тут искали ресторан, в смысле, шли к нему, и увидели такое офигенское, готическое дерево, прям все, как я люблю, это дерево в стиле Синнерджем, надо срочно узнать, что за дерево, а, кстати, подскажите, я знаю, что многие у меня разбираются, в подписчиках, что это за дерево, у него темно-фиолетовые листья, и такие странные цветы, мне очень понравилось, надо такое высадить, возле дома, вообще огонь, ну и вот, собственно, уже не так интересно, как дерево, это ресторан Роберта Де Ниро, вот, называется он Нобу, нас туда не пустили из Завероны, там фейс-контроль сказал, что вы как-то не очень выглядите, мы вас не пустим, так, все, теперь мы едем кушать, да, Верон, вроде все, посмотрели, ресторан открыт в очень странном месте, здесь всегда туристы приезжают, сюда приезжает много туристов, но они приезжают так, вот, приехали, чик-чик, две фоточки и уехали, есть, мы будем вам потом показывать, здесь целые города, такие люксовые, прям отстроили, ну как, городки, люксовые, где живут всякие миллионеры, миллиардеры, на яхтах там паркуются, очень дорогая там недвижимость, и вот мы туда будем ездить, вам все показывать, но вот, почему он там не открыл, все это непонятно, то есть, здесь проходимость большая, но она очень быстрая, и как бы, а там, нет, там прямо они живут, ну, ему виднее, наверное, так, я уверен, вы все много раз были на автовокзалах в своей жизни, да, вот, покажу вам автовокзал Черногорский, город Будва, вот у нас тут много всяких цветочков, газончиков, клумбочек, мы тут, тут вкусный ресторан, мы с Климом тут регулярно посиживаем, он называет это автовокзал здорового человека, тут наверху киви, сейчас все заплетет, будет красиво, вот, тут внутри, сейчас вам покажу, вон у нас там эти рейсовые автобусы стоят, ну, сейчас, а то скажете, что фейковый автовокзал не настоящий, вот кассы, все настоящее, вот междугородние автобусы, вот, а, ну, вот даже расписание, пожалуйста, там, чего, куда, Будва-Субботица, Будва-Белград, кстати, Белград пишут через О почему-то, Белград, вот, сейчас покажу вам, тут при автовокзале, такой у них, мини-зоопарк с павлинами, с черепашками, со всякими, со всякими, на садам, когда-то на улице нашел, маленькую черепашку, такой, она там сантиметра 4 была, размером, мы ее выкормили, она выросла здоровая, вот, мы ее сюда принесли, тоже выпустили, тут несколько у нее черепах есть, так, так, тут местные отцы, детская комната игровая на автовокзале, мальцы играют, ну и вот тут, такой, автовокзал, здорового человека, это, это кричит павлин, о, он раскрыл хвост, блин, ну вам будет не видно сейчас, вон он там, ага, ну примерно видно, да, вон, кролики скачут, он думает, что я ему сейчас что-нибудь скину, а я ничего, конечно, ему не скину, и вот, в этом желтом водоеме черепахи, в том числе и наша бывшая, тусят, там он, черный лебедь ходит, лебедь, и вон я вижу, маленькие крольчата, скачут, ну вот видите, автовокзалы могут быть и такие, оказывается, это не только какое-то, опасное, неприятное место, с неприятным запахом, как это часто бывает, я не вижу, что везде, так, нет, но часто так бывает, да, вот, сейчас мы закажем еды, здесь как раз типичная, прямо черногорская кухня, с черногорскими порциями, ценами, и немножко посмотрим, мы, понятно, что мы все блюда из меню не сможем заказать, но штучки 3-4, мы специально позвали, там, несколько родственников, мы же сегодня съедим сами, чтобы побольше заказать, и им скормить, и так, про еду, вот, смотрите, какие тарелки, вот эта вот кастрюля, это одна порция супа, на одного человека, ну, салат, понятно, у них очень хорошая выпечка, вообще вся полностью, они делают, всякие пирожки, хлеб пекут, все очень вкусно, это пришел Йося, это Дина, папа Дина, это Лариса, мама Вероны, так, Йося, давай, дари, ну, вот, это такой нунчаки, нунчаки, отлично, просто, а тут не хватает одной детали, это ничего страшного, да? односторонний нунчаки, ладно, спасибо большое, у меня просто, вот здесь выпало, а, выпало, ну, ничего страшного, Дина, а ты мне что подаришь? Я? Поздравление, да, Йося, не подсказывай, так вот, а это очень молодой сыр, я хочу подарить поздравление, что у вас есть польза так лица, спасибо большое, что сделать? Я хочу подарить вам поздравление, что у вас есть свой мотоцикл, поздравление, что у вас есть свой мотоцикл, поздравление, что у меня есть свой мотоцикл, спасибо большое, Дина, да, спасибо, так вот, сыр, который уже не масло, но еще не совсем сыр, я обожаю, называется Каймак, очень мне нравится, он такой слабосоленый, с хлебом, с картошечкой жареной, просто огонь очень хорошо идет, и у них нету здесь, кстати, никаких фастфудов в этом, в Черногории, то есть нет Макдональдса, КФС, ничего этого нет, я считаю, это очень хорошо, и у них есть своя Кока-Кола, которая вроде как травная, но это не точно, никто не знает, правда или нет, но, кстати, из всех копий Кока-Кола, которые я когда-нибудь пробовал, или там попыток сделать что-то подобного, это самое вкусное, оно реально вкусное, кто пробовал здесь в Черногории, не дадут мне соврать, так, сейчас мы много всякого заказали, принесут, я буду вам постепенно показывать, так, это порция говядины, чтобы вы понимали, вот моя рука, то есть это огромная тарелка, здесь грамм, наверное, 500 мяса, картошка и тушеные овощи, здесь у нас ягненок, такой же, и тут у нас что? Телятина. Тоже телятина, такая же. То есть все очень просто, вкусно и нажористо, порции очень большие, в Черногории все в основном, просто огромные, вот, здесь большой выбор супов, очень хорошо они готовят мясо, мясо самое вкусное в жизни, которое я пробовал в Черногории, вот, все остальные, по сравнению с черногорцем, мясо не особо умеют готовить, и, конечно же, здесь огромный выбор морепродуктов, мы заказали пару каких-то рыбин, мы просто ужинаем, это не праздничный у нас ужин, я день рождения особо не отмечаю, не вижу в этом смысла, вот, а туда, где морепродуктов много, вкусных, мы еще поедем на днях, так, и вот, принесли нам кусочек рыбки, тоже вот, больше, чем моя ладонь, то есть, это тоже стандартная порция, это у нас картошка с овощами, да, тушеная, в принципе, здесь еда вся очень простая, но она прям такая, вся очень нажористая, сытная, они очень хорошо готовят, очень вкусно всегда, так, с едой буду снимать еще, что-то не сдавать все здесь съемка, что у них еда не зрелищная, она просто очень вкусная, много сыров, много мяса, рыбы, и все такое, по-простецки, в принципе, но я вам хочу рассказать одну смешную историю, как Верона опростоволосилась, в общем, сегодня третий день, как мы гоняем на Новом Харлее, первый день, мы поехали в порт Монтенегро, это тут такой городок, мы скоро в него поедем, снимем, очень красивый городок, приятный, вот, ну и мы ехали так, там, 50-60 км в час, Верона говорит вечером, я на ходу говорю, Верон, доставай, телефон снимай, она говорит, вечером Верона говорит, Костя, я не понимаю, почему вот Харлее, который у нас в Таиланде, вот, когда снимаешь, не так сильно трясется телефон, и прям вот на этом вырывает, прям это, телефон из рук, и вот кажется, что едешь быстро, я говорю, я знаю, конечно, ты что, не знаешь, нам кажется, что мы едем быстро, потому что дороги очень узкие, и как бы обочина совсем вот рядом, ты едешь по отну с обочиной, поэтому мне кажется, что ты едешь быстро, а, и говорит, у меня, говорит, шлем, все время свистит, какой-то шлем плохой, ну, шлем плохой, извини, какой есть, какой купили, вот, Верона говорит, а, ну ладно, хорошо, я все поняла, и мы сегодня уже третий день катаемся, к вечеру, я понял, что у меня в милях тут, фиксируется показатель скорости в милях, и на самом деле мы ехали намного быстрее, вот, а это, кстати, одно из немногих мест в Черногории, в Будве, где некрасиво и не чисто, тут вот даже есть мусор, вот, это нестандартная совершенно тема, вот там, смотрите, везде дальше очень чисто, а тут, видимо, какие-то неряхи живут, ну, все, на сегодня все, это мы просто погуляли вам так, показать окрестности и ответить на вопросы, пишите, что интересно, и еще раз повторяю, про недвижимость пишите Вероне, про все остальное пишите мне, ей некогда отвечать на все остальное, она не будет, она будет забивать на это, всем привет, и еще раз повторяю,